вот она привет братве особенно любителям правого руля сегодня у нас вот этот автомобиль на обзоре обзор не обзор типа типа обзора да и можешь вот это еще сделаем каисик так исудзу бихорн комплектация field star ls field star это как бы так понял упрощенная версия то что у него нет климата например да нет люка ну люк это опция наверное и самое главное для простоты души ручные хабы стоят песен то есть чем они хороши во первых они оригинал дорогие под 1000 долларов на стоит оригинал они не ломаются надежные и экономичные отключил и все это у тебя заднеприводная машина и на разгон и на скорость и экономичность хороша резина поставили сумму то на японскую 235 75 на 15 чуть поменьше чем родная резина на 16 1 вот чем хороший автомобиль еще движок на нем хороший стоит с минимумом электроники и плюс у него он там жабра есть турбина дизель турбодизель интеркуллер класс интеркуллер 4g джей 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 2 3 почти 3 1 кубатура в америке но только бензин выпускался этот троппер назывался бекфорн японии 69 кузов так да да омывалок даже нет фар как вот такая простая версия ну зато вот самая такая что ни на есть колхозная надежная запустить что ли давай запустим потом обойдем или поболтаем сначала тот двигатель будет тушить тут и так он машина шумит по улице нашим погода сегодня выдалась хорошая после месяца дождей практически так пробег 74 вроде бы или 78 сейчас этому опционе покажу кузов как бы оригинал я так понял а вот может где-то и красили носи наклейки оригинал вот они интеркуллер 3.1 бекфорн филдстар лука нет крепление этого багажника я не знаю там можно не можно но можно какие то есть лыжи это вот у нас знак этого как его ну в общем амалагации как там евро 2 евро 3 и так далее для японии в общем ставит там зависимости сколько этих звездочек я уж там не помню от того зависит насколько у тебя токсичный выход и вот это вот лабудай то что он в городе выжил автомобиль девяносчёвых год это один хозяин был не фокусируется аппарат дерьмовенький хотя современные взяли панасоник так пороги из ульзовские родные там зеркало парковки ветровички классные такие не небольшие но это вот беда всегда электроантену он ее кто-то подсогнул и она до конца не хочет складываться на вот это вот тоже складывается удобненько вид отсюда ракурс отсюда сейчас покажу салон мотор аукционный лист инспекция то есть стараемся брать на шокене потому что если машина стояла какая она бы хорошая не была но проблема с ними потом все равно бывает какая-то резина под замену там много чего под замену надо делать так но это электрокнопки сидела тут вот замена масла еще свежак но она уже старая правда но пробег что него не выбег не выбежала масло складывание зеркал хитро подогрев зеркал а это вот холостой ход подгонять обороты тут родная резина размера наклейка сидушка вот она не не пропукана не просажена вот как у нас там любят шутить в россии так это у нас кстати у одного коробка у них стоит говорят дерьмовая там с американцами разработаны вот у нас вот эти кнопки не работают на одном не на этом кто нибудь сталкивался с бигхорнами потому что кнопки не работает может быть коробка стоит в аварийном режиме то есть на другом на бензиновом но коробки я думаю наверное одинаковые потому что так датчик у них спидсенсор спидсенсор часто вылетает меняем он копейки стоит и овердрайв не работает и спидометр из-за этого и вот тут лампочки загорается раз поменял от бензинового на дизельную коробку поставил спидсенсор овердрайв и все проблем нет все работает да так это еще дорестайл 95 года у них рестайл пошел мощность чуть побольше и электроники побольше здесь 125 по-моему лошадей по моему до 125 вроде вот рукопашную электро этот печка кондиционер все рукопашную родной магнит-топон ну давай запустим так это свет яркость панели это свет-свет ручку от удобно завозить сейчас мы используем запустим а вот тут у нас подгонялка оборотов но она крутит за этот тросиком крутит педаль газа так дела с лампочки давай срабатывать свеча накала и еще надо больше подождать кстати у него тайминг был то есть если что да как-то надо пробег скидывать после замены если кто меняет когда все пол пинок аккумулятор новый поставили резина новая масло в японии новые но она старая потому что было залито когда у давно уже года вот два назад что ли полтора то есть она свеже масло но все равно менять надо так но это не родная лабуда тут у нас держатель карты подсветка тут вот у нас всякие инструкции а вот эта отвалилась держалка так вот зеркало есть для женщин еще одна подсветка бардачок так печка что-то работает выключим снаружи надо воздух чтобы окна не потели такой аукцион алис 79 почти 80 и тут он 79 да немного намотались аукциона вот немного ра это легкий ремонт где-то что-то был но где не знаю тут надо спереди вот где-то что-то вот тут да легкий ремонт вот пробег 79 800 и мотор вот этот знаменитый достаточно хороший мотор современный там какой-то я уже забудьте x4 xs какой-то там более замороченный на него жалуется так это предохранитель это вот наверное сланги отошли вакуум или что-то наоборот и не работают но есть рукопашный вот отсюда можно вот так вот крутануть в какую сторону то стрелка надпиаз направо и крутишь 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 видишь дать товарищ он поперли оборот но она вот за это крутит вон она за эту штуку понятно так по простому хоп музыка вон антенна пошла музыка поет антенна пошла назад ну и какой-то хулиган подсогнул и она до конца не сама кстати направить на ландкрузерах она легко меняется не знаю еще но у меня такая же проблема на этом на мистрале вон торчит антенна электро и на pajero тоже у нас торчит антенка сейчас покажу вон сломанная кто менял подскажите на бихорных антенке менял кто-то не менял я думаю что до сих пор их можно заказать так включу на ванкрузере то есть меняется все легко сверху все отворачивается там вытягивается отворачиваться заворачивается очень молодцы дает так ну давай разложим все духу она семиместный понятно что они все семиместные да так где-то здесь сзади надо найти а вот нашел опа печки нет значит не зимний вариант у меня трогим и вот тут такой секрет одной рукой получается здорово молодцы молодцы загашник от жены да или от кого я не знаю таможенник вот какой бардачок и вот заход сюда заходишь заходишь и садишься для детей или для мелких недорослей типа меня так ну вот они отработают он походу снял тут иногда у них этот стоит такой такой выступ как проволок что ли типа только работает с одним сиденьем а тут вот можно хоть левый хоть правый отдельно удобно я не знаю зачем они ставят этот как он там называет кстати столик да столик можно покушать или поспать сделать подрамник и спальник такой полноценный так пойдем назад вот здесь вот покажу буковки родные филдстар хорошая комплектация простая деревянная кому нужна простая надежная машина это у нас омыватель заднего стекла ручка тут хорошо спать можно можно изнутри выходить это как бы дополнительная опция на всех бывает дверь чистая здесь у нас домкрат вот он и tools оригинал все оригиналы колонки тут так открываем здесь у нас дверь не фиксируется ну она и в принципе не так страшно ветер не так это самое как с этой это фиксируется написано как ее открывать закрывать и тут груз крепить удобная штука да чтобы не летала трансмиссия как мы один раз в Владивосток ехали не за что крепить у меня трансмиссия отвязалась с Владивостока до Урала гнал там грузовик а в нем еще матрешка стояла Toyota Round у меня там все это немножко обшивку повредило не за что было крепить сидушки удобно убираются влево вправо вот уже почти спальник да можно их выкинуть и сделать подрамник чтобы снизу доски кинул три штуки если не надо разложил все в одну что и можно заднее сиденье на место поставить чем такой спальник нравится который на раме то что снизу много места для погрузки вот снизу много места и там сиденья перед ним подвигаешь и доски туда или раскладываешь или ну складываешь там три обычно доски там раз два три типа матрасы сверху напшитые и получается в принципе неплохой спальник дом на колесах так ладно закрываем сейчас я вверх длинно ну опа такая крыша спойлерок классный да и тут наверное как то можно крепить багажник кто крепил отзовитесь расскажите поделитесь информацией потянуть надо за эту штуку здесь пол написано получилось двумя руками так закрыли сверху стопарик есть вот такой узенький можно переделать на светодиод сзади у него мост не дымит вот такой сзади мост бак с защитой защита да здесь крюк да защита есть протекшн такой парт-тайм новая комплектация у нас там новая стоит рестайлинговый этот бигпорн там уже торк демант что ли кто-то не хвалит уже как бы электронная пошла полноприводная система полноприводная система у этого парт-тайм простая что еще тут заправка бардачок может не показывал да такой вот тут салон получается свет надо выключить батарея сядет ну вроде бы все да тут мне родной магнитофон здесь вот зеркальце есть мотор покажем ну частенький ему смело можно 4b дожидать оценкой видите какие сидухи а ему дали тойота аукцион какие-то аукционы плохие какие-то это занижает и цц все поставили муху цц 4b можно поставить можно было так так вид фас анфас сульзу да вот он простой ну и хорошо дуги нет омыватель фар нет ну и зачем все эти снеги да вышел протер да пыльники хорошие покажем мотор мотор не мыли снаружи помыли вот тарактит кстати у них как бы болезнь не болезнь батарея новая ремень слабый надо подтянуть и генератор у них вот быстро почему-то измашивается почему-то натяжка вот этот рельс и по которому ходит генератор всегда короткая натяжка новый даже ставить ремень и как бы он вытягивается нечем регулировать смысл вот тут нашу коробку проверить это топливный насос тут-то блин этот насос там это фильтр и пыл топливный и подкачка такая ручная так сколько ремень ремень по-моему не меняли да потому что маленький на третьем в лодыре уже 25 лет уже тоже старец ремень так 3.1 в интерполе на втором посчитается ремень по такой подключке трансмиссии сзади нос и так далее не помимо того у нее стоит блокировка лсд или нет сзади не знаю надо в программе запчастей лазить смотреть изучать не так вот их уже много мы привозим потому что стараемся привозить хорошие с маленьким пробегом и не ржавые ну в общем можно сказать идеальные самые лучшие стараемся брать на аукционе ржавчину в смысле нет сюда везти язык у нас не так может подвешивать чтобы продавать втюхивать ржавые плохие большие пробеги вот ну иногда берем конечно но стараемся красавчик чтоб красавчик была машина красавец да и меньше проблем помыл почистил подшаманил поездил красота как бы не бизнес да это хобби вот ну здесь люди готовы платить огромные деньги за если машина в идеале да только надо уметь продавать я думаю что вот ценник за хорошую очень машину может за 20$ смело я знаю что там есть каранин во Флориде он продал бихорн правда в старом кузове квадратном популярном там за 28000$ в идеале ну что-то подшаманил там чуть-чуть идеальную взял так что зайдем в салон что ли газануть мы же не газовали в педальку газа нажать ох сигнал окна все тут понятно здесь автомат зеркала складываются вот они раскладываются вот они есть вот подогрев что удобно стекла все работают так задние тоже хотя на бихорнах это болезнь у них бывает вот эти кнопки западают там ну изнашиваются менять в общем надо или левая или правая ну электрика вылетает в первую очередь скажем так то есть меньше электрика меньше проблем механическая часть она все-таки терпит а электрика хочешь не хочешь на старости может крякать так ну ладно времени нет у нас пойдем дальше работать да отзывайтесь у кого бихорн был или труппер поговорим это вот мы видео делаем в принципе даже не как бы не на продажу а для любителей так скажем поделиться что мы привозим что можно привезти приезжайте в Америку Канаду не знаю куда угодно или будете будете тоже так же продавать или иметь такую машину вот в общем делимся информацией для любителей все давайте пока